Добрый день дорогие мои пришла мне маска я на алиэкспресс купил 20 рублей я видел мне мне что-то нравится такие черные вот носят я видел там продают в москве 900 рублей это 20 рублей и как я вам в этой маске китайцы интересные вместе с маской идет как мы поняли такой конвертик его откроешь с любой стороны и туда можно наверное какую-нибудь траву положить или средства и здесь есть такой конвертик куда вставляется и ты тогда ходишь дышишь я положу полынь попробую во всех этих вот просто пока есть возможность хочется все это попробовать на себе вот я конечно удивлен на тех кто не любит маски и называет их всячески обзывает и требует чтобы их отменили все остальное я этого не понимаю нет некоторые говорят маска не помогает маска действительно не помогает если вирус вот там в сухом виде летает ты дышишь и она почти не защищает но если он кто-то чихнул и он летит в капельках связан водой то он уже не проникает то есть там снижает маска на много процентов аэрозольную форму распространение вируса но мне там нравится ее по-другому носить я таким образом не себя защищаю я защищаю окружающих возможного своего заболевания от возможности своего заражения я я же не знаю мы же с вами как минимум 14 дней не знаем пока антитела не появились какие-то внутри болеем мы или нет и он может жить у нас в горле в носоглотке и мы можем распространять когда чихаем когда разговариваем когда кашли когда кричим и поэтому маска здесь действительно необходимо и те кто говорит ну что маска там вредит маска вот вот слушайте ну я конечно в жизни на разных работах поработал в распираторе мне приходилось работать целую смену и что но нужно нужно и сам себя защищаешь этим респиратором а врачи хирурги например они почти пол жизни в масках проводят а в эпидемии они раньше все время в масках сидели я не знаю какое время отменили а так вот когда раньше были какие-то эпидемии или там приходишь к педиатру к детскому врачу он всегда тоже в маске был а а на комбинате вот я работал там в предельном цеху все время в маске работали в чё соль нам цеху все время в масках работали в распираторах еще работали некоторые работники и всю жизнь в этом распираторе потом придумали что надо увлажнять и тогда пыли меньше такие трубы провели стали распылять вот эту всю воду вроде пыли стало меньше ну стали масочки поменьше а в угольных шахтах она химических производствах поэтому все это как говорится от лукавого что нам но самая одна из приятных для меня интересных значих свойств маски что-то одеваешь и ходишь с расслабленным лицом а мне надо гримасничать улыбаться если это и самое интересное и что я заметил мы стали смотреть в глаза друг другу в друг друга а как еще у нас ведь есть такой принцип что когда мы разговариваем друг с другом мы смотрим на рот мы можем в глаза ни разу не взглянуть потому что у нас как бы рот его жестикуляция помогает освоить слова мы понимаем какие звуки а здесь рта нет как понять что с тобой человек разговаривает с каким по глазам и я лично увидел много много глаз до этого я вообще в них стеснялся смотреть потому что у меня один глаз так вот косит маленькой поэтому меня с детства привычка в глаза не смотреть чтобы на меня не обращали внимание а тут всем в глаза надо смотреть и это интересное чувство и свойства глаза в глаза мы стали жить глаза в глаза так что дорогие друзья ну и сразу все познались кто как кто окружающих любит носит маски кто плевал на всех остальных вот либо носит либо носит их кое-как вот ему наплевать кто вы тут такие это интересная такая тоже экзамен на наше с вами социальное поведение вот так это про маски вы хотели я сказал конечно налетают на меня вот какой же он священник да он за маски он за закрытием за храмов он за гигиену и так далее да я за маски да я за закрытие храмов карта когда это необходимо у нас вот весь клир уже болел а праздники и службы проводили теперь столько народ болеет а им даже не ставят что они болеют потому что поднять количество заболевших в области не стоит не стоит то есть цифры вроде не растут а койки все забиты все уже такая видать ставят орзе там или еще что то поэтому да я вот так почему я так я за жизни людей кому нужно было чтобы умерло 200 священников 400 врачей и тысячи простых людей кому никому а могли еще могли китайцы же смогли просто массово дели маски массово соблюли гигиену и практически справились и и легко идут на то что вот в городе два человека появилась значит все сдадим анализ я считаю что не только сумасшедшие у нас вот это все распространяют что не надо не это еще и огромное количество просто врагов распространяются это боты там всякие так далее потому что им хорошо видеть как мы страдаем как мы мучаемся как мы умираем поэтому я за гигиену хоть это и не православная богиня богиня греции но я в данном случае сзади за нее пусть гигиена нам поможет ну и я за то что должно все это кончится я вам уже ролик выложил я думаю что скоро все это кончится но не скоро кончится для тех кто переболел особенно тех кто переболел тяжело еще долго придется мучиться долго придется реабилитироваться и наконец-то я вчера все-таки увидел как там один из руководителей санаториев заговорил о том что в санаториях должны быть реабилитационные программы я два года этим санаторием говорил что хватит петь и плясать наконец-то выставите медицинские профилактические восстановительные программы а не то что вы жрете что пьете и как вы шикарно живете какие у вас номера разве это нужно санаторий и месяц назад написал что хватит вы сколько можно про пляски и эти в санаториях вы наконец-то программы какие-то реабилитационные приготовьте а то сейчас разрешат ехать больше того государства уже объявила что будет реабилитация в санаториях проведена а программ никаких нет вот вчера услыхал что вроде начинают думать о том какие программы по восстановлению должны быть в санаториях но я думаю в каждом городе должна появиться такая программа такой центр или такой кабинет такой врач профилактолог и восстановительный реабилитолог который каждому пропишет отдельно а там от самого маленького можно так сказать ущерба нанесенного в этот к вид в эту пандемию человека может развиться в дальнейшем тяжелейшие заболевания ну а те кто в тяжелейшем заболевании и у них поражено большое количество легких просто обязана и государство их реабилитировать или сами обязаны реабилитироваться потому что я не знаю вот как когда искусственно заразились друг друга желая деньги заработать храмы не закрывали вот как государству на них тратить за что оно должно платить вылечи их а потом реабилитирую вот здесь поэтому но реабилитироваться нужно это пока вы еще может быть не совсем старые там у вас 70 процентов легких не работает и вы выживаете с возрастом у вас эти 70 процентов очень сильно скажутся поэтому сейчас нужно нацелиться на создание не только вот инфекционных но реабилитационных возможностей в стране уже сейчас нужно думать чтобы с того года например уже потоком мы могли ехать и бегать прыгать гимнастикой заниматься морем дышать воздухом дышать по лечебным тропам ходить воду пить в мацесте купаться и так далее это очень поможет стране восстановиться правильно и кстати я считаю что у нас есть мировые возможности то есть создать реабилитационные мировые мирового уровня центры потому что кавказ сочи крым крым вот крым можно одним большим реабилитационным центром сделать из и всего мира туда пригласить народ потому что в крыму есть возможности эти дышать купаться бегать и реабилитироваться вот такие наши разговоры от наших масочек мы пришли к вам с вами к нашему крыму так что здоровья всем радости аминь и и